Всем привет! Я сегодня в одной из своих соцсетей подняла тему страхов. И на самом деле это очень интересная тема, потому что страхам подвержены абсолютно все. И я хочу рассказать на своём примере, что я делаю со своими страхами, как я с ними справляюсь. И условно я могу поделить свои страхи на две большие категории. Первая — это те страхи, в которые я готова идти, и вторая — это те страхи, в которые я идти осознанно не готова. То есть, ну меня нахрен. Причём эти страхи, они одинаково сильные, но вот по каким-то причинам, я даже не пыталась с них разобраться, да, ну это зависит ещё от разных периодов жизни, но так или иначе, да, вот в какие-то страхи люди идти готовы, в какие-то не готовы. Вот, например, я очень сильно боюсь высоты. И это тот страх, в который я готова идти. Например, я летаю на самолётах, да, несмотря на то, что я боилась летать именно из-за страха высоты, но я летаю на самолётах. Или я поднимаюсь там на горные вершины, хотя тоже мне очень страшно. То есть я иду осознанно в этот страх. Есть ещё один страх — это страх глубины. Но тем не менее я тоже там сейчас вот живу на берегу океана, я могу там далеко заплыть, я ныряю с яхт куда-то в тех местах, где нету дна совершенно. Ну, то есть это тоже тот страх, к которому я идти готова. Или ещё один из страхов — это страх езды на байке, потому что я вынуждена сейчас учусь ездить на байке, я вынуждена езжу на байке, потому что я живу на берегу океана в Индии, и это такое место, где ты просто не можешь без байка, потому что всё находится далеко, и у тебя просто нет другого выбора. Если ты хочешь нормально, комфортно жить, тебе нужно перемещаться на байке. Причём вот, кстати, что касается байка, страх езды на байке у меня не связан там с какими-то инцидентами. То есть это дело не в том, что были какие-то аварии. Хотя да, я падала с байка в своё время, но страх езды на байке, он не связан с инцидентами, потому что я вот с велосипеда, например, падала, руку ломала, я всё равно еду. Я и на машинах в аварии падала, и всё равно я вожу автомобиль. И точно так же на байке. Вот я пару недель назад уронила байк, да, я испугалась, но я всё равно через два часа села и опять поехала. Потому что, ну а что делать? То есть это опять же тот страх, в который я готова идти, потому что я понимаю, что логически, разумом, что даже если я оказалась в какой-то ситуации, где я испытала страх, не факт, что ситуация опять повторится, и я разумом сама себе объясняю, что не нужно этого бояться, не нужно плодить из-за каких-то инцидентов лишние страхи, нужно просто брать и делать, просто там быть аккуратнее и так далее. То есть здесь вот диалог с самим собой. Что касается второй категории страхов, в которые я не готова идти, по крайней мере, на данный период жизни, это страх пещеры подземелья. Вот есть у меня такой страх тоже, опять же, он совершенно иррациональный, он не связан ни с какими ситуациями, может быть, это из прошлых жизней тянется, я не знаю. То есть я не копаюсь в природе своих страхов, они просто есть. Но вот в этот страх я, например, идти не готова. То есть если передо мной открывается какая-то возможность посетить какую-то пещеру, подземелье или что-то подобное, я просто туда не пойду. Почему? Потому что я не готова испытывать этот стресс, он мне не нужен. То есть то, ради чего люди туда идут, или ради чего мне предлагается туда пойти, оно намного меньшее, да, то есть то, что я там могу получить, увидеть, да, вот эти впечатления, они для меня настолько незначительные по сравнению с вот этим страхом. Поэтому я предпочитаю его не испытывать. Единственное подземелье, на которое я решилась в своей жизни, это были гробницы фараонов в долине царей Египта, но здесь, как говорится, научно-исследовательский интерес, он переборол этот страх, да, я была в экспедиции в Египте, и мне было очень интересно всё это изучать, поэтому я решилась всё-таки туда пойти. Мне было очень страшно, но я решилась, да, то есть это вот единственный был случай, когда действительно то, что я увидела, оно было намного важнее для меня, чем мой страх. Ну, как правило, это исключение из правил, поэтому всё-таки я отношу этот страх к категории тех страхов, в которые я идти не готова. Но так или иначе, как я уже говорила в начале, в жизни могут возникать те ситуации, когда мы оказываемся в каком-то положении, где мы испытываем страх, к которому мы совершенно не готовы, да, мы не готовы испытывать этот страх, и с этим нужно что-то делать. И на самом деле лучшая техника, которую я однажды получила много-много лет назад в своей жизни, она пришла ко мне из книг Карлоса Кастанеды. Конечно же, я прочитала полное собрание сочинений, я несколько лет своей жизни посвятила практикам, да, то есть я не просто читала, я практиковала, в общем-то, во время чтения, то есть в процессе изучения я сразу же бралась и практиковала очень многое из того, что было написано в этих книгах, то есть книги Кастанеды и его учениц. Так вот, даже переводчик, переводчик книги, да, книг Кастанеды, он ввёл такое слово, инглиизм, новое слово для того, чтобы обозначить вот этот глагол, индульгировать, индульгирование, да, то есть это новое слово было введено, чтобы наиболее чётко, да, пояснить вот этот процесс. Слово индульгировать, оно происходит от английского глагола to undag, то есть потворствовать, да, потакать себе. Так вот, Дон Хуан самому Кастанеде объяснял, что почему с тобой вот происходят всякие такие вещи, да, почему ты испытываешь страх, потому что ты индульгируешь. Что значит индульгирование? Это значит, что ты идёшь на поводу своего ума, то есть ты входишь в какое-то состояние, опять же, неважно, по какой причине ты в него входишь, ты входишь, и ты сам себе начинаешь потакать, то есть ещё больше накручивать, да, можно так сказать, то есть сам себе ещё больше накручиваешь, ты усиливаешь этот страх, и таким образом он тобой овладевает. То есть страх, который является твоим врагом, он одерживает над тобой победу. Поэтому Дон Хуан давал Кастанеде практики, которые учили его управлять своим вниманием, потому что как победить страх? На самом деле есть, в общем-то, три пути, они совершенно разные, с помощью которых можно этот страх победить. Вот один из путей — это как раз идти в страх. То есть когда ты осознанно, зная, что ты это боишься, но ты осознанно в этот страх идёшь. Например, вот как я уже говорила, я боюсь высоты, но чтобы побороть этот страх, я специально поднимаюсь на какую-то высоту. Для чего? Для того, чтобы это прожить, это ощутить, и попытаться в этом состоянии, то есть находясь в страхе, попытаться этот страх, ну не то что уничтожить, потому что это очень сложно, но хотя бы начать снижать, снижать, снижать вот эти ощущения. То есть это вот один из путей, когда мы идём в свои страхи, но для этого нужна смелость, нужна решимость, то есть нужны волевые усилия какие-то, нужно желание очень сильное избавиться от этого страха. Поэтому этот путь, он подходит не для всех, и он подходит, может быть, не под всей категорией страхов, потому что, как я уже говорила, есть какие-то страхи, в которые, возможно, мы просто пока не готовы идти по тем или иным причинам. Но вот это один из путей, то есть осознанный уход в страхе и работа с этим, то есть не для того, чтобы испытать какой-то адреналин, какие-то ощущения непонятные, или расшатать свою психику, а для того, чтобы почувствовать это, возможно, попытаться осознать, а чего именно мы боимся в данный момент, вот находясь там вот в этом состоянии, конкретно чего мы боимся, то есть понять, попытаться природу этого страха и попробовать именно в этот момент в самом страхе от этого избавиться. И вот второй путь избавления от любых страхов — это, в общем-то, преобладание разума, то есть это развитие вот этого инструмента, который отличает нас от животных, людей, это наличие разума. Разум — это очень крутой инструмент. Он очень крутой, и он очень многофункциональный. И на самом деле разум, он сильнее ума по своей природе, но в том случае, если мы умеем этим инструментом пользоваться. Потому что зачастую, чаще мы живём на уровне ума. А как работает ум? Ум, он очень беспокоен, он очень хаотичен, и он всегда идёт на поводу чувств. Вот наше внимание цепляется за что-то, за какие-то объекты, которые нам нравятся. Объекты для всех органов чувств, для глаз что-то там приятное, для ушей звук, осязание, вкус и так далее. То есть у нас чувства, есть объекты, за которые эти чувства цепляются. И, естественно, природа ума — это наслаждение. И ум за эти объекты цепляется, идёт за этими чувствами, и вот таким образом туда-сюда, туда-сюда он мотыляется. Но над умом находится разум, который может сказать стопе. И точно так же, как ум работает с наслаждениями, так же он и работает с какими-то явлениями, которые нам, наоборот, не нравятся, или вызывают неприятные ощущения, вызывают страх в том числе. И опять же, разум, он работает как контролирующий инструмент, который способен успокоить ум, уравновесить его и сказать так, стоп, попустись, успокойся, угомонись. И вот через вот этот внутренний диалог, налаженный самим собой, самому себе, да, через разум объяснить, например, да, если это какой-то страх, да, что бояться этого не стоит. Потому что вот очень частая ситуация, почему люди испытывают страх, это вот как раз какие-то инциденты в прошлом. То есть где-то наступил на грабли, получил по башке, и теперь этих граблей начинаешь бояться, особенно если наступал на эти грабли неоднократно, да, попадал в какие-то ситуации. И начинаешь бояться. Но разум, он нужен для того, чтобы сказать, если ты был в этой ситуации уже, это не значит, что ты в эту ситуацию попадёшь опять. Тебе не стоит бояться. Не стоит бояться. Потому что сейчас над тобой преобладает ум, который через чувства, да, соприкоснулся с объектом, получил какой-то опыт, обработал его и превратил этот опыт в страх. А разум в тот момент был слабый, он это вовремя не заглушил, и этот страх остался, да, и человек с этим страхом живёт всю жизнь. Но кто любит жить в страхе? Да, страхи на самом деле не очень мешают жить, поэтому я предпочитаю от страхов избавляться. Хотя, конечно, невозможно избавиться от всех страхов, но от каких-то тех, которые прям вот противные очень, и которые действительно мешают, от них стоит избавляться. Чем меньше страха мы испытываем, тем приятнее наша жизнь, да, поэтому особенно те страхи, которые связаны с неприятным каким-то опытом прошлого, с ними нужно работать, чтобы они не мешали нам жить, наслаждаться, действовать, двигаться вперёд и так далее. Вот, поэтому использование разума, как инструмента — это очень крутая штука. И вот, возвращаясь к практикам Кастанеды по поводу индульгирования, да, то есть когда мы попадаем в какую-то ситуацию, где мы испытываем страх, мы должны взять вот этот инструмент, который называется разум, и сказать самому себе «прекрати индульгировать», да, то есть прекрати раздувать эту ситуацию, накручивать, да, развивать, прекрати, останови вот этот мыслительный процесс, хаотичный, который порождается умом, прекрати его и просто пойми, что всё хорошо, да, что ты в безопасности на самом деле, что вот эта ситуация, она мнимая, которую ты раздул в своём уме, да, поэтому каждый раз вот это напоминание самому себе, что так, стоп, ты сейчас индульгируешь, ты на самом деле сейчас индульгируешь, это иррациональный страх, и ты сейчас индульгируешь. И вот это напоминание, оно очень сильно работает. Опять же, оно работает у кого? У тех людей, у которых сильный разум. Но опять же, прокачка разума – это навык. Это не то, что человек рождается, у него сильный разум. Абсолютно всё можно прокачать. Там у меня есть подкаст на эту тему, что всё есть навык. И особенно, что касается внутренних качеств, это абсолютно точно нарабатываемое. Все качества, да, с какими-то качествами человек уже рождается, какие-то исходные данные, понятно, что у каждого человека есть. Но там, где у него что-то, например, недопрокачено, это при желании, при должных действиях, должном внимании, усилиях, всё это абсолютно можно прокачать. Это то, чему стоит на самом деле посвятить свою жизнь. Понять какие-то свои слабые стороны и поработать над ними. И опять же, понять сильные стороны и тоже использовать их на благо этого мира. И, собственно, вообще о чём книге Кастанеда? Если кто-то читал, тот понимает, что большинство вот этих практик, они связаны с управлением вниманием. То есть где находится наше внимание. И он ему давал очень простые практики, которые помогали управлять вниманием. А когда ты контролируешь своё внимание, ты таким образом усиливаешь разум. Потому что внимание, вот как я уже говорила, оно рассеянное у нас очень. Оно очень рассеянное, оно непонятно как, то есть работает бессознательно. Просто вот оно на 360 градусов работает. Это внимание раз на какой-то объект упало, раз чувства подключились, раз оценочное восприятие включилось, нравится, не нравится, хочу, не хочу и так далее. Притяжение, ум и всё. И нас понесло. Вот так это работает. Но для этого вот есть разум, как инструмент управления вниманием, который помогает нам в том числе бороться со страхом. И есть ещё третий такой путь борьбы со страхами. Так как я уже говорила, напомню, первый путь — это уход в страхе, то есть осознанное погружение себя в страхе. Второй путь — это управление вниманием с помощью разума, диалог с самим собой, объяснить самому себе, что теперь не стоит бояться. через вот такое мышление логическое. И третий путь — это любовь. Потому что там, где есть любовь, там нет страха на самом деле. Страх и любовь — это две противоположности, которые между собой не уживаются. То есть страх является противоположностью любви. Но дело в том, что любовь — это такая штука, которая мы не можем её взять и включить как разум. Если разум мы можем с помощью каких-то техник взять и прокачать и в нужный момент как инструмент взять это и включить, то любовь — это всё-таки не инструмент, который мы можем вот так взять, хопа, нажали на кнопочку вкл, и она включилась. Нет. Это совершенно другое. Но это намного выше. То есть вот если мы по уровням будем смотреть, как это всё устроено, то любовь, она сильнее всего на самом деле. Но это отдельная тема, да, как в целом, как жить в любви. И вот если кто-то сейчас подумал о вере, то вера — это тоже одна из составляющих любви. То есть это уже вообще другой пласт реальности, когда мы поднимаемся выше над материальным, даже над чем-то более тонким, и идём вообще в другую сферу. Потому что любовь, она всегда исходит из духовного мира и является частью нашей духовной жизни. Да, то есть жизни на уровне души. Но это, я ещё раз говорю, такая большая, объёмная тема, и я не буду сейчас её поднимать. Но когда в нас есть любовь, там страху места нет. Но это очень сложный путь, да, попытаться полюбить то, чего ты боишься. Вот искренне полюбить. Вот поэтому... Но такой путь тоже есть, тоже имеется, да. И самый главный, пожалуй, страх, который есть абсолютно у всех, это страх смерти. И вот этот страх, он как раз побеждается, в общем-то, знанием. Это тот страх, который побеждает сознанием о своей вечной природе, то есть знанием о природе души, когда мы понимаем, что мы в этом бренном мире гости, и в принципе нам вообще бояться нечего, да, потому что мы вечные души, и даже со смертью тела ничего страшного не случится, потому что мы вечные на самом деле. Ну, опять же, должно быть желание погружаться в эти темы, да, если вот есть такая потребность, если присутствует этот страх, и он довольно сильный, то знание этот страх убивает. Подписчики в Инстаграм поделились своими страхами, я их разобрала вкратце, но вот здесь хочу более подробно на них остановиться, потому что это популярные такие страхи. Первый страх был страх отказов. Этот страх, он, конечно, не сравнится с теми страхами, которые я описывала, которые связаны с инстинктом самосохранения, но тем не менее он тоже имеет место быть. И у этого страха есть причина очень большая. Что это за причина? Ну, во-первых, страх отказов — это такая трансформированная версия страха быть неудобным, да, то есть вот это желание быть удобным, желание нравиться людям, оно порождает вот этот страх отказа. А где корень всего этого зла? Корень этого зла кроется в обесценивании себя, то есть недостаточной любви к себе в недостаточном понимании и собственной ценностью. Поэтому поле для работы с этим страхом, оно находится именно здесь, вот в этой области, в области осознания своей собственной ценности, понимания, что я ценен, я уникален, я аутентичен сам по себе, независимо от того, как реагируют на это люди. То есть я люблю себя, или я ценю себя не потому, что мне сказали, что ты там такой-то, 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 а потому что я сам по себе такой. То есть это исходит не извне, а изнутри. И вот когда мы начинаем любить себя, ценить себя, понимать свою ценность, почему самому себе говорить, почему я такой весь классный. То есть искать в себе. Если мы не можем любить себя безусловно, просто вот потому что мы такие, значит, мы должны себе найти вот эти точки, начать любить себя за что-то, за свои какие-то качества, внешние или внутренние, за свои навыки, за всё, что угодно. То есть прямо найти в себе, можно выписать даже вот эти пункты, мои достоинства, мои достижения в жизни, мои качества положительные, и начать это осмысливать, и начать себя ценить. И тогда мы не будем бояться отказов, потому что мы будем понимать, ну отказал нам какой-то песка Васькин, друг, ну на что, на этом жизнь закончилась, что ли? Ну конечно нет. А не то, что не закончилась, она даже не омрачилась. До свидания следующей, как говорится. Ну окей. Мы не можем нравиться всем. Это самое глупое желание. Попытаться нравиться всем и пытаться быть удобным. Мы никогда не будем удобными. Для кого-то мы по-любому будем неудобными, для кого-то мы по-любому будем некрасивыми, для кого-то мы будем по-любому скучными, и так далее. Потому что мы не должны соответствовать всем и каждому наша задача как бы находить своих людей да ну точнее они даже сами будут притягиваться то есть наша задача взаимодействовать в этом мире это касается и людей и вещей всего чего угодно с тем что подходит на с тем что нашим является да вот в кавычках нашим то что соответствует нашим вибрации не совсем остальным а с нашим вот поэтому страх отказов он находится в области работы над собой любовь к себе самоценность уверенность себе второй страх который мне написали это страх крыс но это можно объединить общей такой категории страх каких-то мелких животных там насекомых вот пауки и так далее этот страх который по моему мнению однозначно надо прорабатывать страх в который надо идти и как это сделать начать рассматривать картинки например да то есть задача начать взаимодействовать потихонечку с предметом страха потому что скорее всего этот страх он больше связан ну с каким-то отвращение может быть внешнему виду потому что ну по факту мы должны понять что вот эти живые существа они для нас угрозы не представляют для нашей жизни для нашего существования в целом то есть это страх и из разряда больше какого-то отвращения скорее всего поэтому мы должны начать потихонечку взаимодействия сначала через картинки например рассматривать какие-то картинки крупным планом макросъемка потом смотреть может быть какие-то там передачи national geographic про жизнь этих живых существ и потом в конце концов решиться на физический контакт взять это существо на ручке и понять что на самом деле она не представляет страха для нас никакого вот поэтому ну такие штуки вот они таким образом решаются следующий страх который мне написали это страх остаться без средств существования очень интересный страх который тоже прорабатывается принципе некер делать но при условии если копнуть глубже и понять что на самом деле за этим страхом кроется страх остаться без средств существования о чем он нам говорит он может нам говорить либо о страхе одиночества либо какой-то неуверенность в себе потому что вот мы представим ситуацию вот я остался без средств существования и что у меня нет людей которые меня поддержат или у меня нет навыков которые я могу монетизировать чтобы эти средства к существованию получить или на земле мало мест где можно в принципе жить без денег конечно это не так поэтому тут прежде всего нужно самому себе ответить на вопрос да покопаться на самом деле чего я боюсь чего на самом деле да то есть это внешняя как бы такая оболочка прикрытие остаться без средств существования а на самом деле чего я боюсь почему я боюсь остаться с голой жопой как будто вот у меня в свое время тоже но у меня не было такого страха до остаться без средств существования но я думала на эту тему неоднократно то что а что если вот например бизнес до которым я занимаюсь он там накроется ведь все что угодно может случиться и на самом деле я уже была в таких ситуациях когда я занималась там например отправлял посылки из индии да то есть это был мой такой классный источник дохода я жила в индии отправляла ювелирные изделия потом раз наступил локдаун вся эта лавочка прикрылась ну и что я сделаю я уехала из индии и начала заниматься другим делом потому что я знаю что у меня есть руки ноги голова на плечах и я могу найти себе деятельность любой точки мира почему потому что я знаю что у меня есть эти навыки меня есть качество предприимчивость есть навыки есть люди которые опять же меня поддерживают вот это все дает мне уверенности понимание что я нигде не пропаду поэтому меня нет этого страха я знаю что при любых обстоятельствах я выкручусь все опять же это работа тоже с уверенностью в себе и понимание ну что ну каждый человек он обладает каким-то навыком каждый человек поэтому это тоже ситуативный такой страх надуманный совершенно это вот чисто гонение ума который спрогнозировали себе вот эту ситуацию а что если а если я когда-то там при каких-то там обстоятельствах останусь голой жопой ну и что он то есть это вот это просто гнать поганой метлой эти мысли с помощью разума да вот как я говорила и что есть инструмент разум который работает со страхами и вот здесь разум как раз стопроцентный идеальный инструмент для работы вот с этим страхом который нам скажет ну ты чё мать или отец ты чего ты же не дурак ты же не дурочка ты же там не какой-то ущербный ты умный ты классный у тебя есть опыт у тебя есть навыки ты в любом случае не останешься с головой жопой нигде ни при каких обстоятельствах вот ну плюс еще тоже такая такое как бы упражнение да скажем так для работы вот с такими видами страхов это почаще бывать на природе в каких-то диких местах с палатками там ну вот или в может быть не на природе вот пожить ваш рамок да по волонтере то есть понимать что жить можно в принципе не не имея там какого-то большого количества денег или вообще не имея денег очень многие люди так живут между прочим им очень удобно так жить и я не говорю сейчас про людей которые бомжуют там или живут на подаянии нет если люди которые просто живут вашими например они имеют еду крышу над головой занимаются каким-то служением и так далее то деньги в принципе особо не нужно вот ну другой вопрос хотим ли мы такой жизни или нет это другой же вопрос но в целом остаться без средств существования не представляет опять же какой-то угрозы для жизни потому что всегда везде где-то можно устроиться вот такие дела такие страхи мне прислали я их разобрала если у вас есть тоже какие страхи которые хотите поделиться или узнать мое мнение по этому поводу тоже пишите будем копаться разбирать и работать в этом направлении